Вести Карачаева, Черкесия В Карачаевой, Черкесии в ближайшее время пройдет ряд крупных спортивных событий. Итак, к главным новостям. Главный федеральный инспектор по Карачаевой, Черкесии Игорь Дральщиков, федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в СКФУ по Карачаевой, Черкесии Юрий Ясько и министр образования и науки Республики Инна Кравченко посетили пункты временного размещения граждан из Донецкой и Луганской республик. Рабочая поездка была совершена в целях контроля за соблюдением условий размещения вынужденных переселенцев, обеспечения их жизнеустройства и содействия в трудоустройстве. Особое внимание в ходе встречи с гражданами ДНР и ЛНР было уделено соцподдержке несовершеннолетних граждан и их устройству в образовательные учреждения к наступающему учебному году. Отметим, что в настоящее время на территории Карачаевой, Черкесии проживает 263 беженца. Часть прибывших прибывает у родственников, проживающих в Карачаевой, Черкесии постоянно, а часть в пунктах временного размещения. В связи с установившейся в последнее время на территории Карачаевой, Черкесии сухой жаркой погодой, а также с увеличением числа природных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов на территории республики, введен особый противопожарный режим. В связи с чем в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание стерней и порубочных остатков, комментирует заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Карачаевой, Черкесии Алексей Нарвыш. В связи с устоявшейся горячей и сухой погодой на территории Карачаевой, Черкесской Республики прошло увеличение количества числа пожаров на 37%. Поэтому по становлению правительства Карачаевой, Черкесской Республики номер 205 установлен особый противопожарный режим, в котором указаны мероприятия на стабилизацию обстановки с пожарами, а именно запрет разведения костров, запрет сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков. Вместе с тем, при введении особого противопожарного режима сумма административных протоколов удваивается, то есть на граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных от 20 до 40, и на юридических лиц от 200 до 400. В Карачаевой, Черкесии планируется создать стратегию пространственного развития объекта на территории курорта Дамбай. На ее основании он получит пошаговую стратегию развития, в том числе и в сфере экологического туризма. В ходе форума «Путешествую» было также отмечено, что новые территории можно было бы соединить с существующей зоной катания и создать там туристические деревни. Для этого требуется утверждение плана правительством России. С начала года в Черкесске снесено порядка 600 незаконно установленных рекламных конструкций. Незаконная реклама снесена на Ленина, Ставропольской, Умар-Алиево, Октябрьской, Пятигорском шоссе и других улицах города. В августе и сентябре будет снесено еще 50 таких объектов и 5 рекламных счетов. В прошлом году в столице Карачаева-Черкесии демонтировали намного меньше таких объектов – 420 конструкций. Градоначальник выразил уверенность, что поэтапно город избавится от незаконных вывесок, баннеров и счетов. «Реклама должна информировать, украшать, а не портить внешний вид города. Системно, поэтапно, но мы должны улучшать облик столицы, республики. Научимся поступать в соответствии с правилами благоустройства Черкеска», – написал мэр столицы Карачаева-Черкесии Баскаев. Работы по выявлению и демонтажу незаконной рекламы проводятся повсеместно специалистами отдела наружной рекламы управления градостроительства и архитектуры. Вступили в силу поправки, которые ужесточили наказание за повторное вождение после лишения прав. Введены высокие штрафы, уголовное наказание и конфискация машин. Подробности сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения МВД по Карачаеве-Черкесии Лилия Гогушева. Так, статья 12 прим. 7 КОАП РФ «Управление транспортным средством водителям, не имеющим права управления транспортным средством, дополнено частью 4, согласно которой повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении транспортным средством водителям, лишенным права управления им, если такое деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов». Кроме того, федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена новая статья, статья 264 прим. 3, в которой устанавливается ответственность за управление автомобилем, либо другим механическим транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством по части 4 статьи 12 прим. 7 КОАП РФ. То есть наказание будет применяться для тех водителей, которые уже два раза привлекались к ответственности в части лишения права управления транспортными средствами. КОАП РФ. Сотрудники отдела МВД России по Прикубанскому району задержали в Нальчике гражданина, скрывавшегося от суда. Ранее он был объявлен в федеральный розыск и является подсудимым по делу о мошенничестве. Его обвиняют в том, что он, введя в заблуждение жительницу поселка Ударного Прикубанского района, похитил у нее более полумиллиона рублей. Задержанный доставлен в Карачаево-Черкесию и заключен под стражу. Горные маршруты, сплавы по рекам, походы по малоизвестным, но красивым природным местам – все это не только расширяет кругозор человека, но и таит в себе опасность. Поэтому все компании и отдельные граждане, решившие организовать личный поход в горные местности, должны в обязательном порядке уведомить об этом сотрудников чрезвычайного ведомства. Зарегистрироваться не составит труда, также это можно сделать в онлайн-режиме, сообщил начальник Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России по Карачаево-Черкесии Андрей Мозгов. Представьте на секунду, что на один и тот же маршрут выходят две группы с разницей, предположим, в день. Друг о друге они знать, естественно, не будут. Если они не зарегистрируются у спасателей, спасатели их не предупредят. Одна группа идет, предположим, на высоте 4000 метров, вторая на высоте 3. Верхняя группа спускает лавину или камнепад на нижнюю, мы получаем несчастный случай. В случае, если группа будет регистрироваться у спасателей, естественно, спасатели предупредят, что по этому же маршруту движется группа. Либо они могут объединиться, предположим. И чем большее количество участников мероприятия, тем, соответственно, проще преодолевать какие-то сложности на горном рельефе. То есть преодолевать те же самые лавиноопасные участки, преодолевать трещины ледников и так далее. Одному это крайне сложно сделать, в группе это сделать значительно проще. Ну и самое главное, нужно понимать, что если уж несчастному случаю суждено быть, регистрация ни в коем случае не убережет людей от этого самого несчастного случая. Но если спасатели будут знать нитку маршрута, если спасатели будут знать снаряжение, которое используется в той или иной группе, если спасатели будут знать средства связи, которыми они обладают, то это значительно ускорит время нашего реагирования и значительно увеличит шанс на спасение, либо на сохранение здоровья человеку, терпящему бедствию. С 9 по 15 августа Высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов СКФО и Юга России. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях – социальное проектирование, студенческий туризм, творчество, креативная индустрия. Подробности сообщил директор форума Расул Динаев. Участниками форума станут 100 активных ребят со всех субъектов СКФО и Адыгеи. Поскольку форум посвящен 100-летию Карачаево-Черкесской республики, поэтому мы, помимо субъектов СКФО, добавили число участников ребят из Адыгеи, потому что там тоже 100-летие. Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи, Карачаево-Черкеский госуниверситет, региональное отделение Российского союза молодежи и высокогорный креативный кластер. С 25 по 27 августа в Черкесске во Дворце спорта «Юбилейный» состоятся международные соревнования Кубок президента Союза Тэквондо России среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 15-17 лет. В соревнованиях примут участие амбассадоры данного вида спорта, олимпийские чемпионы Максим Хромцов и Владислав Ларин. Серебряные и бронзовые призеры Олимпиады Токио-2020 Татьяна Минина и Михаил Артамонов, а также весь основной состав сборной команды России по Тэквондо. Ожидается участие сборных команд Ирана, Турции, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Белоруссии. Карачаево-Черкесию представят на турнире также сборные команды среди женщин и мужчин, юниоров и юниорок. Организаторами турнира являются Министерство физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии, Федерация Тэквондо-Карачаева-Черкесии и Главная судейская комиссия Союза Тэквондо России. В год столетия Карачаева-Черкесии в Черкесске также пройдет первый всероссийский турнир по боксу в памяти заслуженного тренера России и почетного гражданина Черкеска Александра Давыдова. Торжественное открытие турнира состоится 16 августа в 16.00 во Дворце спорта «Юбилейный». На большое спортивное мероприятие жителей и гостей города пригласил мэр столицы Карачаева-Черкесии Алексей Баскаев. Александр Степанович за долгие годы своей тренерской деятельности воспитал доблестную плеяду мастеров спорта различного уровня и ранга, в том числе и международного класса. Сегодня выдающегося учителя нет с нами, но светлая и добрая память о нем жива и будет жить в наших сердцах, написал в своих соцсетях градоначальник. По инициативе МВД по Карачаево-Черкесии в столице республики состоялся футбольный турнир среди подопечных отдела по делам несовершеннолетних. «Проведение подобного рода мероприятий очень важно, так как благодаря им у детей формируется любовь к спорту, здоровому образу жизни и некая сплоченность. В них вырабатываются ценностные ориентиры, которые помогут в дальнейшем выбрать правильный путь в жизни, уверены сотрудники полиции. Напомним, что данный турнир приурочен к всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка». По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, температура воздуха 26-31 градус выше нуля, в горах местами плюс 16, плюс 21. В Черкесске переменная облачность, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 31 градус. Это были все главные новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Реклама Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова